привет мне 29 лет на данный момент я работаю в найме я в программист училась на программиста как-то у меня вбито это в голову что айти это перспективно классно и туда нужно идти но сейчас уже понимаю что еще в вузе я как-то понимала что все это не то короче по формату работа не моя я очень социальный человек зажигаюсь общению с людьми мне нравится давать полезную информацию как-то помогать людям и я начала впервые жизни представляться что я нутрициолог ну что 12 лет я занимаюсь этим сама для себя хобби все хобби было теперь я решила представляться мозг конечно в шоке я такая что ко мне даже люди хотят спрашивают я такая я да стала понимать что я хочу в этой нише продвигаться и вообще хочу выйти из найма вообще хочу денег вот так да опыта у меня разного очень много кем я только не работала начиная с оформителя комиксов преподавателя английского языка вот это вообще 6 6 класса я начала пробоваться фотографом коммерческим работал ретушером помощником повара короче даже концерт организовала было такое музыкантом было вот хай музыкантом вот итоге я вернулась вот войти училась в узи три года этим не занималась вернулась войти а сейчас я такая думаю хватит себе пиздеть надо заниматься тем почему душа лежит вот чё хочу много страхов поднимается хочу наверное увидеть взгляд мой макс страны потому что я прекрасно понимаю что все зашито в мышление мышление это база наша вот и возможно какие-то блоки увидеть и далее на что можно ухаживать потому что я понимаю что за эти три недели я какой-то план выстроила но приступить мне к нему прям сложно очень много суеты чувства хотя при этом страха гораздо меньше ощущаю нежели когда я там другую деятельность раньше начинал больше уже вера недостаточно спасибо любовь у меня считывается какая-то какое-то дистанцирование от людей вот когда люди духу я говорят как ты вот духу я слов непонятно хочу не относящихся к теме это дистанция и вот эта же стратегия да там дистанцироваться у меня вопрос с чем связано твое дистанцирование ты же привыкла к этому что я стратегия как правило дистанцирование она чтобы не испытывать боль физическое либо психологическое а вот поэтому спрашиваю я сначала спросить что подразумеваешь подносили потому что интерпретирует тоже как по разным можно насилие насилие бывает физическим морально насилие типа там тебя дрючили слушай много было да я это помню у меня несколько ситуаций возникает в голове но одна такая самая масштабная меня воспитывала бабушка и я такая вся очень эмоциональная и инициативная всегда чувствовала что это неудобно и любую мою инициативу подавляли любые мои эмоциональные направления подавляю я все время неудобная я все время шумная я все время что-то не то делаю можно ли это назвать я не такая можно ли это назвать так и чтобы быть такой мне нужно адаптироваться да вот адаптация типа правильно слова говорить правильно формулировать их как-то по умному да так окей можешь мне описать вот ты какая какая эмоциональная а если с позиции ты не такая вот ты не такая почему какая ты не такая вышла с тобой не так сложно так сложно почему смотри вот если на видео будешь пересматривать ты когда говоришь тебя микро выражение злости на видео ты прям увидишь такая наша а скал так пути так окей сложная какая счету шумная безмерно энергичная не поддающаяся контроль неудобно а они какие они русские требовательные подавляющие подавляющие и контролирующие и холодные вопрос как они занималась выращиванием растений у меня мама агроном и огород у нас был да да было так как я это попал смотри вопрос тебе вот исходя из контекста который ты описала вот если бы это была почва вот представь вот у нас вот такая вот почва жестко требовательно подавляющие контролирующие холодного тут чё прорастет как ты думаешь сложно будет что-то меня просто представляется какой-то вялый маленький росток цвет менее зеленый ну давай добавлю менее зеленый какое-то боба бледно что-то такое да вот проросло да если бы мы писали сказку об этом растении как бы она называлась просто вот у нас сказка называется пустота главный герой стебелек как бы ты назвала стебелька ну как какое у него имя стебелька главного героя какое вялый да как ликуха вялый да у него будет вялый хорошо вопрос как себя чувствует вялый какое состояние у вялого ну помимо вялости чем какие эмоции испытывать какое состояние нет энергии вам бы знаете что сделать вам бы вот вот данилу любовью с надежды скопироваться вы другу дадите надежда вам даст энергию а вы дадите адекватность да вот и прямо бамс и вот идеальный человек получится вот этот вялый как бы у него какие цели какая у него главная цель в этой сказке вот как бы ну сценарий вокруг чего будут разворачиваться он к чему вообще идет вырасти расцвести а по ощущениям у него получилось это ощущением у него получилось это финал этой истории грустные понимаешь что это ты да 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 что я тебе посоветую любовь есть такое упражнение сказка терапия по сути это называется эмоционально-образная терапия но инструмент это сказка вот попробуй сегодня после разбора переписать свою историю по-другому ее назвать по-другому назвать главного героя более как-то вдохновляющий да а можно например это в плюс вывести что из-за того что почва холодная вялое он хочет дать тепло этой почве он значит прорастает независимо от сложности и трудности он преодолевает все просто это значит яблоки можно по-другому это описать понимаешь а у тебя описательный язык какой он такой же вялый понимаешь и и поэтому из-за того что у тебя описательный язык вялый у тебя и состояние вялое если в контексте всей жизни смотреть еще раз эмоция это отклик эмоция это следствие наших мыслей сначала мысль потом эмоции то есть сначала то как мы описываем что с нами происходит и с миром потом мы по этому поводу включаем какую-то эмоцию вот так это происходит что еще могу тебе посоветовать блин вот я с тобой поработал конечно хорошо есть большой вот поэтому подумай про личную работа это ссылку скину в чат еще раз по поводу вот вот этой с моей штуки вот какая ты какие люди да это же тоже переписывать причем вот исходя из описания какая ты как ты думаешь каких людей ты ищешь чтобы подтверждать какая ты и не такая да да конечно а можно заботливых искать и поддерживающих понимаешь поддерживающих вот в этом-то и разница описательного контекста того как кем ты себя считаешь начнешь себя считать другой и отклик то другой будет еще раз импульс отклик все вот она жизнь люди общество ситуация это отклик на тебя они наоборот нужно не людей менять нужно себя менять и когда ты себя по-другому начнешь чувствовать и ассоциировать с другим и ситуации другие пойдут причем как это делается то есть мы берем каждую вот эту вот фразу да там с тобой описательную в личной работе да там этом сложная я тебя начинаю ковырять сложная ты каким образом понимаешь это сложно ты начнешь это описывать твоя модель мира начинает расширяться потом начинаем это рационализировать и перепроживать да и оказывается что это бред полный дальше ты галлюцинация твоя да ну как бы вот вот это все она такая большая комплексная работа но и надо сделать вот прям вот так вот потыкать посмотреть и понять что это полная бредятина это вообще не про тебя я понимаю что это вот то что ты говоришь про фокус не дни про интерпретацию да ты даже здесь ты себя проявляешь вот как бы это же по сути но контекст и тут себя как-то проявляешь я не могу сказать что шумно я могу сказать как это забитая они шумно а у тебя шумно я прошу тебя какая-то шум я шумно я шумно я шумный да ты нет ну давай просто по исследованию посмотреть откуда это откуда ты шумно это взяла просто как пример сейчас или из прошлого вообще ты ты вот назвала себя шумный откуда это например прям идет такой вот я работаю в айтишной компании сидим в офисе и все молчат а я намного реагирую я как-то выражаю эмоции мне несколько раз говорили о себе смотри что происходит любовь а помнишь я с надеждой обсуждал что чтобы проигрывать контекст войны нужно кого искать соперник а у тебя смотри какая игра интересная тебе хочется расти и проявляться и ты нашла себе контекст задротов программиста в котором ты самая яркая у тебя такая игра вот они игры понимаете все вот самое прикольное это вот находить вот эти игры вот я прям кайфую для меня это знать это как вот детектив читать и блять отгадать кто убийца найти вот эту причину следственную цепочку найти да и как бы вот это неплохо нехорошо пожалуйста ты можешь дальше с этими задротами тусоваться там как-то проявляться и как бы на фоне этих задротов ты будешь реально вот яркая но там нету роста потому что эти задроты это не показатель яркости если я хочу как бы развиваться как спортсмен мне нужно спарринговать сильными соперниками согласно соответственно если ты хочешь роста развития денег и масштаба тебе нужен разбивающееся общество миллионеров на фоне которого ты боишься быть не такой понимаешь ты говоришь вот так как есть ну вот это неадекватно исходя из твоей цели ты хочешь роста а чё ты будешь моделировать моделирует людей вокруг понимаешь если у тебя вокруг будут люди которые успешнее тебя которые проявление тебя больше зарабатывать и буш их модель поведения на себя совать понимаешь а с этих-то задротов ты чё там смоделируешь я понимаю о чем ты говоришь вот я как раз сейчас попала предпринимательскую тусовку и у меня отсюда и буст пошел я чувствую что это мое меняешь колбасит просто тело проснулось я прям реагирую и я сейчас уже понимаю что раньше ищет студенчество было тоже конференциях всех предпринимательских участвовал студентка искала себе направление и меня тоже колбасил вот это меня туда вело вот сейчас вот у меня такой контекст сейчас да и и мало просто окружение это поменять еще же стратегии кривая у тебя понимаешь то есть ты хочешь проявляться но ты проявляешься в конкретных ситуациях только понимаешь где люди слабее тебя где нету опасности понимаешь если ты с этой кривой стратегии пойдешь сильное окружение там ничего не случится понимаешь нужно мало окружение поменять нужно еще с другой стратегии туда войти в это окружение чтобы что-то случилось иначе ты там будешь на уровне программиста в этом окружении например там за там все тусоваться пойдут а ты будешь прийти тебе там конвертики блит складывать сидеть понимаешь принципе отсюда у меня вот как тело проснулось я возвращаюсь в офис я понимаю что это не мое вообще я понимаю что я здесь стагнирую а возвращаюсь туда я такая я хочу мне нравится внутри салаги хочу туда потому что тебе в детстве дали команды не проявляйся не высовывайся ты шумно эта не такая понимаешь это и проигрываешь эту команду ты же хочешь быть такой тебе сказали какая ты должна быть не высовывать вот и проигрываешь а когда ты высовываешься для тебя это бунт для тебя это не норма для те это бунт и этот бунт у тебя там за даром 3 месяца происходит условно да это опять свою сценарии этот окунаешься в привычной а нужно наоборот Нужно проявляться, 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 а потом релакснуть, понимаешь? То есть наоборот сделать. А для тебя из ряда вон проявляться, понимаешь? То есть ты как бы вот такая тихо-тихо-тихо, бамс, выстрелила, бля, а потом так... А для роста, для твоей цели нужно наоборот проявляться, 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 фонтанировать. Потом такая бамс, отдохнул на Бали на месяцочек, да, такая восполнилась, потом опять начала отдавать, понимаешь? А сколько в точку, просто. Вот даже тупо взять Инстаграм. Я сейчас выстраиваю себе план, как мне бустить метроциологию. Я понимаю, что я просто, вот буквально сегодня с психологом говорил об этом. Открываю редактор сториз, и все, у меня мозг такой, типа, а как правильно сказать? А вообще, ну, может быть, вообще ничего не говорить еще как-то? Ну, короче, вот такие блоки, они идут. И я стараюсь перешагивать через... Пока со скрипом идет, намного легче, чем, например, тот же месяца-два. Все такие моменты тоже чувствую. Ну да, вот слово проявленность, ты вот прям вот четко сказал. Вот сейчас у меня период об этом. Я еще много боли чувствую. Сейчас не буду копать, но я бы покопал. Очень много боли. Мне интересно хотя бы поверхность. Ну, по ощущениям, не знаю, ну, я так сказать, из канала сейчас буду вещать, да? Как будто бы... Я говорю, вот в семье твоей было много насилия. Я прям чувствую вот это какое-то такое, знаешь, прям вот темноту какую-то чувствую. Причем по женской именно теме. Ну, бабушка, мама, блядь, я не знаю, что-то такое темное какое-то, давит прям вот, давище такое что-то. Вижу тебя маленькое, я не знаю, там, тебе, ну, 4, может, 5 лет, я не знаю. Пространство какое-то темное, мрачное тоже какое-то такое, знаешь. И вот в этом во всем какое-то, знаешь, вот желание игры вот от тебя, вот такое, знаешь, типа, хочется как-то повзаимодействовать с кем-то, да, как-то себя проявить. Такой, знаешь, такой лучик солнышка такого, наш, света, да, вот такая лампочка такая. А вокруг как будто бы то ли тебя не замечают, я не знаю, то ли как-то вот такая вот атмосфера какая-то такая вот, знаешь, гнетущая, вот. И вот там бы я покопал. Я не знаю, мне сейчас это вот пришло. Так и есть. Вот реально так и есть. Типа у меня отца я не видела, с ним особо не взаимодействовала, я только на себя вообще никакого не чувствовала. У меня родители в разводе с моих 7 лет. До этого я какие-то картины, их взаимоотношения и видела, тоже не самое приятное. Мама вынуждена была работать, тоже не видела ее. А воспитывала у меня бабушку. У бабушки очень негативное такое мышление, восприятие, вот критикующее, как ты сказал, да. И я все время чувствовала себя, вот даже в нутрициологии 12 лет занимаюсь, у меня друзья поражают, что ты разбираешься в этом. Я вот понимаю, почему я это скрывала. Потому что я все время себя в детстве чувствовала таким аутсайдером, со своим таким верхом, на который никто особо не реагирует. То есть я такая в своем мире. Но при этом, при всем, я в тебе чувствую сильного эксперта. Но вот именно в плане работы с людьми. Я вижу людей сильных, да. И в тебе эта сила есть, присутствует. Вот если тебя раскрыть, если вот твои вот эти баги полечить, вот эту боль, да, вот эти претензии какие-то, боль, обиду, вот, ну, ты прям, ну, очень хорошо раскроешься. По моему ощущению, опять же. Спасибо, я это просто тоже чувствую. Ты не первый человек, кто об этом говорит. Да. Спасибо. Спасибо. Прям очень, очень в ядро. Прям на конференции, когда я слушала твое выступление, такая на моем языке говоришь. Ну, типа, я твое выступление слышала. Тоже чувствовала большой воткрым, что тебе надо, в принципе. Поэтому я услышала анонсы такая. Забирай мои деньги, я готова. Спасибо.